Боже, милостью будем негрешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного, помилуй. Достойно есть, а кого истину блажите тебе, Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово, Рожащую Исущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради причистой Твоей Матери. Силы честного животворящего Креста. Святых ангелов наших, хранителей, всех ради святых. Помилуй, спаси на всякую благность и человека любит. Аминь. Боже, милость, вводь мне грешному, создав у меня, Господи, помилуй меня. Без счастлива согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление сделаем перед молитвой, как всегда. Условия, которые Господь поставил при молитве, чтобы молитва была услышана. Не просто отстоять время где-то. Если становишься на молитву и не спишь, то вспомни одно. Кто на тебя что имеет. Не ты имеешь, а на тебя. И тогда уже приготовлено, что ты хотел просить. Молитва, это жертва. Я жертвую время свое. Положи и пойди прежде примирись. Ну и вот если бы по-настоящему это рассуждали, то, наверное, бы нашли кое-что. А на самом деле ищем-то не там. Вот мы считаем в книге правил. Василий Великое говорит, обидеть человека нельзя. Ну незнакомого человека на улице как-то обидишь. Ты его не знаешь. Первый раз видишь. Тем более тот, который слабее тебя, ребенок. Нельзя. Но если вот вместе собрались люди, ни один, ни два человека, миллион, то теперь можно обижать, можно притеснять, можно убивать, можно в плен брать. Это как? А кто это сказал? Кто-то толкнул. Говорят, есть такие органы, Министерство обороны, внутренних дел, они решают за столом. Вот они ходят по саду вечером и решают два маразматика. Брежнев, Дустинов. Министр обороны был. Что? В Афганистан послать войска. А вы их знаете, тех людей, каких? Ну, которые в Афганистане в глаза не видали. Ну, оба они уже за 70 лет обоим. И чем это закончилось? Полтора миллиона почти пошли, убили. А оттуда 14 700 гробов прикатили. До более 50 тысяч, говорят, коллег еще. А почему? Война называется. Война. Так вот, когда говорится примириться, это означает, не надо начинать сначала, потом мириться. потом будут мирные отношения устанавливать, помогать, врачей посылать МЧС, из-под завалов будет вытаскивать при землетрясениях. А не надо было врагами делать. И мириться тогда не надо было бы. Гробы эти не надо было подсчитывать. И мы начнем сейчас, с сегодняшнего дня, подготавливаться к молитве. Я говорю о войне. Христос говорит, а я вам говорю, любите врагов ваших. Кровавая, больная, веками однобока и ложно толкуемая тема, это на всей земле одно семейство Адама. И оказалось, что Каину помешал родной брат Авель, которого он и убил, пролив первую, братоубийственную кровь. Мы на земле-то все от Адама идем. Это братья и сестры. Только далековато уже по времени разошлись. Теперь можно убивать, кнопочки нажимать, ракеты полетят. От одной крови он произвел весь род человеческий. Для питания по всему лицу земли. Для обитания, а не для смерти. Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния апостолов, 17 глава, 26-27 стих и 3 книга Ездры, 7 глава. Все мы, братья, по происхождению, а некоторые и по вере в Иисуса Христа. А дьявол, человека-убийца, клевещет всем друг на друга. Христос сказал, Ваш отец дьявол, а вы хотите исполнять похоти отца вашего. И вы хотите. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Человек-убийца, вот кто делает это. И кто посылает, кто присягу принимает, заставляет, это он. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что неизвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Откровение 12, 10. Вот легко из этого стиха сделать вывод, чтобы и для нас приедет царствие Твое, мы сначала должны неизвергнуть сатану. Где его неизвергнешь? Римлянам 16, 20. Павел говорит, вскоре неизложит сатану. Под ноги ваши. Чтобы люди убивали друг друга, он сошел на землю, клеветник, убивали друг друга, один другого, уподобляясь дьяволу. Причины к убийству разные. Завладеть чужой честью, имуществом, землей, женой, богатством. Или защищая все это, или желая властвовать. И до Христа были войны. И поныне они также уносят миллионы жизней. Говорят, вот Вторая мировая война поглотила 55 миллионов. Если Третья мировая будет, расчет на третью часть написано. Больше двух миллиардов обойдется. Спаситель написано так. В христианстве хотя бы как-то видны изменения от Нагорной проповеди во всем, о чем говорит Спаситель. Во всем. Кроме войны и убийства. Тут все остается так же. И спасительный крест Христов призывает уже не к несению скорби и к страданию, а к убийству. Награждают крестами. А потом на могиле ставят кресты. Только нужно это изображение креста изобразить на своем воевом знамени, как Константину явление было, якобы. А потом и награждать христолюбивое воинство георгиевскими и другими крестами легионеров, христиан и язычников. Матфея 5 глава 21 по 48 стих. Шесть раз сказанное Сыном Человеческим было. Шесть раз. А я вам говорю. А я говорю вам. И снова. А я говорю вам. То есть сказано было. А я говорю. То есть напротив совершенно. Как будто не говорено нам. О гневе, о клятве, о ненависти, убийстве. Все остается как и было. Придумали, что враги разделяются на три части. И одних нужно любить, других ненавидеть, а третьих уничтожать. И все это придумал кто? Митрополит Филарет. И выходит, что самые опасные враги это враги земного отечества. Книга Экклесиас 3.8. Время войны и время миру. Время евангельской проповеди, время христианства, когда иная война без меча и без копья. Поэтому во время войны мехмазской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Анафаном. А только нашлись они у Саула и Анафана, сына его. 1 Сарс 13.22. Война есть бич Божий, наказание за грехи народа, за грехи священников и за грехи вождей. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву и преданы будете в руки врага. А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Левит 26.25.33. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Второзаконие 32.35. Если человек отрекается от закона Божия, то меч пожирает его по повелению Божию. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят, Исайя 1.20. И никакая сила в мире не спасет человека. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Исайя 65.20. И самые храбрые обезумеют от меча. И они выпьют и будут шататься и безумеют при виде меча, который я пошлю на них. И не ученые прапорщики будут побеждать хваленых генералов. Все пока. Небольшое вступление. Надо примиряться со всеми. Не только с одним человеком, но и когда много людей. А где много? В государстве. Сегодня воскресенье, поэтому псалмы и по молитвослову не молимся, потому что сразу почти идем в церковь. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти мне грешев, яка не клиже благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде ссы, и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись, явны, и очистенные от всяких скверны, и спаси, блажи души наши. Святый Божий, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Божий, Святый Божий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети соленемощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставшая сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню, пейте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиняйся, Господи, умы, просвети сердце с ней, моя отверзивая. Держи петь, и Тебя, святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет. И кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Я, кому героя, Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня с беззаконием моими. Но человека любствовал истя обычно, и в ничьянии лежащего воздвигал мне истя. В мое же утренничество восклойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспеватель, все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, Приидите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, Приидите поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Никита, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод в чрево Твоего, Яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Чеснага, Житворящего Креста Господня, Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, Победы на сопротивные дары Твое, Сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, Родителей, Сродников, Благодетели, Митрополита Иллариона, Епископа Евтихи, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антонием, Священарея Акима, Павла Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олимпия, Андрея, Владимир, Максима, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора и весь священнический и иноческий чин и высших истинных служителей и миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам, да, еще священника, если угодно, тебе смири власти и воинства их, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Олана и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет и приготовь земли сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную Аллилуйя Господи, благодарю Тебя за эту ночь что жизнь нашу продлил и разум сохранил дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованые Тобой для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы потопления и живущих там благослови Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима Алексея, Иосифа, Романа прищи добрые жители с детьми и сохрани школу любящих закон Твой найди спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектина расширь пределы наших общин, найденовые души и весь день да будет посвящен прославлению Твоего Святого имени Аллилуйя и дел Твоих спаси, благослови Дмитрия, Марину, Чадовик, Валентину, Алексея, Валентину Валентину, Надежду, Дмитрия, Дмитрия, Олега, Алексея Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрию, Георгию с кем познакомились, кому возвестили слово истины благослови нас так просвети и обрати Германа, Александра и на врагов воздри разруши их замыслы против нас и примири их с нами не дай им желаемого злодействия, закрой их лживые уста, дабы не препятствовали делу проповеди и в судный день непоминимых безумия ты знаешь их имена и благодетели наших благослови обильно Елену Евгения Евгения, Наталья Максима Владимировна посетив болящих дай силу все перенести пошли им исцеление и облегчение Сергея Алексея, Александра, Александра, Анна Калерия Акелин Самара Василия Валентина Мария Благодарю тебя Господи за здоровье и за болезни за друзей и за врагов им все свое время будет на пользу Аллилуйя Сохрани это наше сокровище сайт и форум все что здесь есть для славы Твоего имени и трудящихся Игоря Юлия Дмитрия Викторовна Сергея Василия Путешествующих родителей отступников Николая Михаила и всех найди обрати нас так и все наше родство найди и таки Валентину Ирину Татьяну Марфунину Ольгу Елену Марию Татьяну и от пьянства избавили Павла Михаила Андрея Владимир Александра Игоря Аллилуйя Упокой Господи Тимофея 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 Аллилуйя Слава Тебе И проведи душу мою по мытарствам и введя навеки в вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Сохрани наше сокровище книги здесь и в пути для пользы многих людей Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога о нас Научи нас Господи жите в бедности Имея пропитание и одежды быть благочестивым и довольным и каждому дару и жилье Сергею Гавриилу И никому не завидовать и не роптать Аллилуйя Моли Бога о нас Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец Образ кротости и воздержания добрые архипасты Аллилуйя Молите Бога о нас Святые пророки Божии Пророк Илья Елисея И нох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Ездранием Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изеки Илосия И Аилагей Сафония Захария Малахия Давид Нафан Даниил Отрох И Порок Михея Авраам И Саак И Аков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Иллеисты Матфей И Матфей Мор И Иоанн 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 Сорок Святых Мучеников Иоанн Иоанн А замыслы еретиков прозвее в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, Самомудрия и стедливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Испрахни покоривость Галины, семейства Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Галина, Людмила, Иоанна, И прими нашу молитву, воздяне рук, как жертву вечерней, И благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи Божий наш. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам, И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя, говори, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Спаси их, Господи, и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Вечером снова считается, Господи, владыка, живота моего сегодня нет. Мы утром записываем один ролик, называется «События дня». Продолжительностью один час. Ну, кто пожелает, вы останьтесь здесь. Так, устанавливай сейчас нас. Мы будем здесь насчитывать. Потом я в конце проверю, кто придет. Поэтому я сейчас буду отключать вас. Вот так. Господи, благослови. Идем. Продолжение следует...